Привет, друзья! Меня зовут Игорь и вы на канале MarosLive. В сегодняшнем выпуске будем разбирать смену работодателя в 2021 году. Поменялся там шаблончик, поэтому сегодня будем разбирать этот вопрос более подробно. И будем также разбирать анкету новую, как она правильно заполняется. Вся информация, ребят, будет браться из официального источника, то есть сайта МВД Чехии. И поэтому сейчас смотрите сайт МВД Чехии, карточка сотрудника, то есть заместанская карта. И здесь есть пункт уведомления держателя карты работника о смене работодателя. Давайте для начала разберем, кто может это делать. Значит, уведомление о смене работодателя может делать иностранец, который проживает в Чешской Республике на основании трудовой карты и намеревается сменить работодателя работу или намеревается работать на другой работе у того же или другого работодателя. То есть по-другому, ребят, меняется должность. То есть все это нужно оповещать, нужно говорить, поэтому это очень важно. Что обязан сделать иностранец? Это в первую очередь уведомить Департамент политики и убежища и иммиграции МВД о таком изменении. Как можно это сделать? Уведомление об изменении работодателя классификации должности или занятости на другую должность у того же или иного работодателя должно быть сделано на рабочем месте Министерства внутренних дел. То есть это ОАМПы, магистраты. Можно сделать лично. Это предварительно сделать запрос, сделать себе, так сказать, объеднать дату, как они здесь делают. Второй вариант это по почте. Третий вариант это в электронном виде, либо ящик данных. Это дата висхранки. Либо же по электронной почте с указанием гарантированной электронной подписи. Уведомление должно быть сделано должным образом на заполненной и обозначенной форме. Форму я уже скачал, потом уже перейдем к этой форме. Для того, чтобы уведомление было сделано, должны быть соблюдены следующие условия. Первое. Это только владелец действующей карт сотрудника может уведомить о любых из вышеперечисленных изменений. Иностранец, у которого нет карточки сотрудника, не может уведомить о изменении. Второе. Об изменении необходимо уведомить не позднее, чем за 30 дней до его появления. Решающим днем считается день, указанный в официальной форме. Третье. Об изменении можно объявить не ранее, чем через 6 месяцев после получения первой карты сотрудника. Ребят, здесь это важно. Это касается тех людей, которые первый раз приехали в Чехию по рабочей карте и должны отработать 6 месяцев. То есть не раньше, чем через 6 месяцев после первых трудовых отношений. Только тогда можно изменить. То есть это уже изменение закона. И четвертое. О смене работодателя или занятости на другую должность у другого работодателя нельзя объявить, если новым работодателем будет агентство по трудоустройству. То есть агентуры, другими словами. Если выше указанные условия не соблюдены, уведомление об изменении будет считаться невыполненным. Что нужно подавать? Какие документы для того, чтобы поменять работодателя, поменять работу? Первое. Это доказательство того, что текущие трудовые отношения иностранца продолжаются или что они закончатся и в какой день. То есть грубо говоря, другими словами, это либо до года, либо документ о завершении вашей работы. То есть это бумажечка об увольнении, не просто написанная от руки, а это именно, можно сказать, по-другому, как расчетный лист, но не с вашими суммами, а именно документ о том, что вы заканчиваете работу такого-то, такого-то числа. Это все, как правило, дается в оригинале, подписано вашим текущим работодателям и поставлены, как правило, это мокрые печати. Вам этот документ нужно обязательно заверить на почте, чтобы предоставить этот документ в магистрат. Можете, конечно, отдавать и оригинал, но только если вдруг вам откажут, бывают такие случаи при смене работодателя, то вам нужно будет еще один где-то брать этот документ. Поэтому лучше сделать копию, заверить ее нотариально на почте, в Чехии это возможно сделать, и предоставить этот документ. Вот, дальше. Здесь важный пункт. Если уведомление об изменении сообщается после прекращения первоначальных трудовых отношений, уведомление должно быть сделано не позднее, чем за 60 дней после их прекращения, независимо от причины, в противном случае срок действия карты сотрудника истекает по закону, параграф 63. Если уведомление сделано не лично, либо через ящик данных, или по электронной почте, с гарантированной электронной подписью, оно должно быть фактически доставлено в министерство не позднее 60 дня, после прекращения трудовых отношений. Это, ребят, пункт, который часто спрашивают у меня, сколько есть времени для того, чтобы сменить работодателя. То есть, грубо говоря, если вы уволились 31 марта образно, то у вас есть 60 дней, то есть от 31 мая до 30 мая, если быть точным, у вас есть срок, чтобы найти новую работу и подать документы. То есть, крайний срок 30-29 мая, можете почитать по календарю, 60 календарных дней. То есть, это тот срок, который будет актуальным. Если вы в это время не успели подать документы, то вам просто может быть отказано. Второй пункт, который тоже нужно предоставить, это трудовой договор. Трудовой договор, будущий трудовой договор или будущий трудовой договор, заключенный для выполнения работы на новой работе. То есть, грубо говоря, найти нового работодателя, важно, который вам предоставит эти документы. Договор о договоре. То есть, может быть, конечно, кто-то предоставит вам сразу новый договор. Но, как правило, делается все по-честному, по-умному. Это договор о договоре. То есть, это то, что вы будете здесь работать уже на новом месте. Контракт должен быть заключен на выполнение работы на вакансии, указанной в Центральном реестре вакансий. То есть, это на уряде прации, занятых держателями карт сотрудника. И в случае смены работодателя или изменения классификации должностей, должно быть ясно, что еженедельное рабочее время будет не менее 15 часов. Это то, что должно быть прописано в договоре. Также, там должна быть прописана месячная заработная плата, оклад или вознаграждение иностранца, что не будет ниже базовой ставки минимальной месячной заработной платы. На данный момент это 15200 крон. Что касается перехода на другую должность, то там тоже нужно предоставлять такие же документы. Опять же, ребят, вся эта информация есть на сайте, можете заходить, пожалуйста, изучать. Есть переводчики на русский, на украинский, на какой хотите язык, все там доступно. Третий пункт, который тоже важно предоставить, это письменное заявление будущего работодателя о том, что иностранец обладает профессиональной компетенцией для выполнения требуемой работы. Если такая профессиональная компетенция требуется работодателям или если это следует из правовых норм. Важным фактом является то, что не предоставление любого из вышеперечисленных приложений является причиной того, что уведомление о безменении рассматривается так, как будто оно не было сделано. То есть вот эти три важных пункта, которые себе нужно засечь, которые нужно обязательно предоставить в магистрат. Если все будет передано, то вопросов никаких не будет. Если не будет какой-то документа, то в лучшем случае, конечно, вам позвонят на ваш телефон, который вы указываете в анкете, и говорят, чтобы вы быстренько явились и донесли эти документы. Если же не позвонят, то вы ждете письмо, в котором будет уже сказано, разрешили вам или не разрешили. Но тут, ребят, важно подметить, что это может сделать, если вы неправильно подали документы. Может сделать карту сотрудника недействительной, то есть рабочую карту просто можете потерять. Уведомление считается ненаправленным, даже если эти приложения не подтверждают достоверно изложенные в них факты. А теперь, ребят, переходим к анкете. И смотрим. Я заполнять ничего не буду, я вам просто расскажу. Вы обязательно просто внимательно пересмотрите, чтобы было понятно, что где заполняется. Анкета вот сделана на русском языке, русско-чешский. И поехали. Первый пункт это примени, то есть фамилия. Фамилия ваша пишется обычными латинскими буквами. Дальше имена, имя, дата рождения здесь указывается. 21.02.1928 это моя дата рождения, если что. Стать неприслушность, то есть гражданство. Укр, рус, то есть три буквы. Белые, не знаю там как в Беларуси пишется и так дальше. Адреса продоручивания. Если отлично адмиста побыту. То есть адрес для вручения почтовой корреспонденции в том случае, если он отличается от места проживания на территории страны. Конкретно адрес проживания в Чехии интересует. Вот здесь вы указываете эти данные. Второй пункт идет уже изменение, которым предоставляется официальное извещение. То есть если мы меняем работодателя, то ставится галочка на смена замысленного изменения работодателя. Если идет изменение рабочей должности, то это ставится следующий пункт. Итак, дальше вот здесь изучаете. Дальше, ребят. Что здесь указано? Прежде чем вы перейдете к следующей части, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие предупреждения. Это те пункты, о которых я говорил еще ранее. То есть здесь уже сделать официальное извещение в каком-нибудь из вышеуказанных изменений может только владелец карты штатного работника. Дальше. Вы обязаны сделать официальное извещение об изменении за 30 дней до того, как изменение произойдет. То есть, грубо говоря, если у вас работа начинается, например, 1 мая, то вам нужно документы подать максимум 1, чтобы не прошло больше 30 дней. Это очень важно, ребят. Если вы пришлете, например, 5-7 апреля и договор у вас начинается с 1 мая, то вы не можете приступить к работе. Потому что рассматривается, как правило, все 30 рабочих дней. Поэтому здесь обратите на это внимание. Дальше. Официальное извещение об изменении вы не имеете права подать в том случае, если будущим работодателем является трудовое агентство. Агентура. Пожалуйста, здесь все можно проверить, даже где агентура, где не агентура. Можно своего работодателя ввести, вбить и вам сразу напишет. То есть, вот эти все моменты изучите обязательно. Это все есть в новой анкейте. Следующий пункт. Нельзя менять работу. То есть, нельзя подавать изменения на работодателя в том случае, если не прошло 6 месяцев с момента получения вашей первой карты штатного работодателя. Тоже все это расписано по всем пунктам. Переходим к третьему пункту. Это очень важный пункт. Это цифровое обозначение нового рабочего места. Это число вашей вакансии. За где его искать. Это, как правило, все делается на уреде праце, либо у вашего работодателя. Четвертый пункт. Это наименование работодателя, у которого вы будете штатно трудоустроены. То есть, работодатель, название вашей фирмы. Дальше. Телефонный контакт для связи с работодателем. Указывается телефонный номер бухгалтерии, либо отдела кадров. Пятый пункт. Друг, праце. То есть, тип работы. То место работы. Например, там оператор вырубных линек. Или там оператор, монтажный дейлник. Или там еще что-то другое. Но это конкретно, если касается автозаводов. Место исполнения работы. То есть, адрес, где будет проходить работа. Шестой пункт. Здесь уже точно дата того, когда изменение должно быть осуществлено. То есть, опять же, обращайте внимание, не позднее, чем 30 дней. То есть, должно быть данное официальное извещение, подано в магистрат. То есть, здесь указывается дата вашего будущего контракта. В седьмом пункте здесь указывается, что нужно приложить следующие документы. И здесь уже, опять же, расписывается документ о том, что ваши до сих пор существующие трудовые отношения продолжаются или же завершились. То есть, документ с предыдущего места работы. Это первое. Второе. Это трудовой договор, соглашение о трудовой деятельности, договор о будущем рабочем договоре. То есть, это уже новый договор с нового места. И, опять же, здесь все условия расписаны, что и как должно быть. Так что, обязательно изучаем. И третий пункт. Это письменно-официальное заявление вашего будущего работателя о том, что вы обладаете профессиональной компетентностью. Это тоже проблем никаких нет. Распечатывается, ставится подпись, печать и все. Ну и предупреждение. Здесь невыполнение какого-нибудь из формальных требований, указанных выше под пунктами А, Б, Либо, С, приводит к тому результату, что данное официальное извечение будет рассматриваться как неосуществленное. Поэтому здесь очень важно все это прочитать, изучить и сделать просто пошагово по пунктам, чтобы не было никаких проблем. Ну и дополнительные инструкции и информации. Здесь рассказывается в двятом пункте, как нужно писать. И вот смотрите, здесь как раз рассказано, что данное официальное извещение заполните латинскими буквами, но ни в коем случае не буквами, кириллицей, либо другими буквами, машинописью, либо печатными буквами и на чешском обязательно. Вот, все моменты здесь вот расписаны полностью, вообще без всяких проблем, на русском, на украинском, на чешском, можете скачать любую форму. Вот, дальше ставится, здесь прописывается город, в котором прописан ваш магистрат, если это Прага, если это Брно, либо там другой, там Колин, Кладно и так дальше. Дата, дата подачи этих документов, будут отчитываться вот эти 30 календарных дней и ставится ваша подпись. То есть, вот это и в принципе все. И сразу же здесь, видите, дается следующий пункт, это как раз третья, третья вот эта анкетка, которая нужна, вот С, писаем на проглашение, будут С, его замысловаты, это вот оно. То есть, вы сразу его распечатываете, он вписывает здесь свои данные, вписывает ваши данные, печать, подпись и вот этот как раз документ будет тоже прилагаться. Ребят, но еще один момент, который очень тоже важный и которым хотел сказать. Я когда ездил на продление рабочей карты, нам давали документ, который подтверждает подачу всех документов и называется он вызва, уже там определенное число, когда назначается биометрия. Там сзади этого документа было указано, что на момент, когда вы меняете работодателя, то за вас здраводка и социалка, естественно, не оплачивается. Поэтому важным пунктом здесь, и мы об этом тоже говорили в одном из прямых эфиров с нашим другом Сашей Литвиненко, задавался вопрос от подписчиков по поводу страховки. То есть нужно ли иметь страховку? И здесь, ребят, очень важный момент. Да, то есть на момент смены работодателя вы должны быть застрахованы. То есть все время, когда вы находитесь в Чехии и меняете работу, это может быть месяц, два, в худших случаях три, конечно, это когда все там затягивается, продлевается, то все это время должна у вас быть страховка. Поэтому вы должны покупать себе коммерческую страховку на этот период, минимум на три месяца. Можно, конечно, и на месяц купить. Но по всем этим вопросам лучше обратиться к нашему другу Саше Литвиненко. Контакты, которые вы видите вот здесь сейчас на экране, и также они есть в описании под видео. Все ссылки тоже я оставляю под видео. Переходите, изучайте, смотрите. Ну, а от вас, конечно, надеюсь, я заработал на лайк. И не забудьте поделиться этой информацией с вашими друзьями. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Ну, а мы увидимся уже с вами в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok